Ну а сейчас, внимание, на Украине с этого дня, вот совсем сейчас ни разу не шутим, можно попасть за решетку за секс, даже между супругами. Там теперь нужно обязательно, чтобы не было никаких недосказанностей, недопонимания, получать от партнера согласие. Ну, вроде, согласно? Да. Точно? Точно. Нет, ну вот прям серьезно точно, а не не точно. Вот обычно такие разговоры с сексом не заканчиваются. Мордобоем? Да. Сексом? Нет. Ну, это единственный способ. Даже если ты женат, и разговор этот идет с женой. Иначе, похоже, конечно, на шутку, но совсем не шутка. А вот что здесь иначе? Зачем весь этот псевдоевропейский, как выяснилось, бред? Екатерина Миронова взялась разобраться. Чего это они там? Постой. Что? А расписка? Какая расписка? Теперь распиской лучше заручиться. Отныне любые половые отношения без четкого согласия на Украине могут счесть изнасилованием. Если раньше таким преступлением считался контакт, осуществленный под угрозами и с применением силы, то теперь достаточно несказанного «да». Главный вопрос, как подтвердить в случае необходимости, что согласие было. Новый закон точных формулировок не дает. По сути, предлагая гражданам додумать. Носить с собой документы, печати. Это бред. Каждому мужчине что? Нужно давать блокнот, в который женщины должны ставить подписи? Пикантный закон предусматривает ответственность до пяти лет тюрьмы. Если в полицию пожалуется супруга, а доказательств о согласии нет, ее мужа могут наказать еще строже. До десяти лет лишения свободы. Так принято в Европе. Для рядовых украинцев непонятно. Так, я понимаю, что теперь нам надо заверить все наши сексуальные отношения юридически. Это какой-то базар. Я тебе, ты мне. В социальных сетях пользователи публикуют образцы заполненных расписок. Кто-то ради шутки уже скачал специальное мобильное приложение, разработанное в Голландии, фиксирующее согласие. На мову с субтитрами перевели английский ролик, который в течение трех минут рассказывает, что спросить разрешение на близость не сложнее, чем предложить чашку чая. Слушай, будешь чай? И слышите, о, так, с задоволением, дякую. Это всего лишь очередная попытка мимикрировать под европейцев. Украина – одиннадцатая страна, где законодательно расширены признаки сексуального насилия. В Киеве не скрывают, инициатива была принята по требованию Совета Европы. Мошенники потирают руки. По мнению юристов, скопированный у Запада законопроект на украинскую почву ляжет по-своему. Может возникнуть очень много коллизий, очень много вымогательств, случайные связи на вечеринках разных и так далее. То особенно мужчины должны соображать, что они могут в этой ситуации попасть на мошенниц. Но для законопослушных украинских граждан новые правила – это всего лишь повод для усмешек, говорят эксперты. Документ ждет судьба, например, запретов празднования 8 марта и 23 февраля. Я вам скажу, чем это закончится. Люди будут игнорировать, безусловно, эту историю, никто на это не будет обращать внимания. Но определенные политики, которые призваны делать хорошую мину при плохой игре в Европе со стороны Украины, будут говорить, ну вот смотрите, мы же это сделали, это сделали, мы такие, как вы. Но я хочу им открыть глаза. Ребята, вы никогда не будете для них своими. Никогда. Что бы вы ни сделали. Показной заинтересованности к ночной жизни граждан у Киева куда больше, чем к реальным проблемам безопасности страны. Например, количество умышленных убийств на Украине увеличилось на 21%. Преступных группировок стало больше в полтора раза. Нераскрытыми остаются громкие преступления. Екатерина Миронова, Вера Обливанцева, Вести.